Муфта степления трактора и транспортных средств План назначения муфты степления и их типы Принцип действия муфты степления Основные детали муфты степления Требования предъявляемые к муфте степления Муфта степления должна надежно передавать крутящий момент Обеспечивает быстрого и плавного разъединения и плавного соединения двигателя с трансмиссией Кроме этого, муфты степления выполняют функцию как предохранительный элемент Иметь ограниченный момент инерции ведомых частей Удобство ухода и регулировок Обеспечивает легкость управления и высокую надежность Обеспечивает простоту конструкции Муфты степления предназначены для надежного передавания крутящего момента от двигателя к трансмиссии Кратковременное разъединение двигателя от трансмиссии Плавного трогания трактора или автомобиля Предохраняет силовые передачи от перегрузок Теперь рассмотрим классификации муфты степления На тракторе и автомобилях в основном применяется фрикционное муфты степления Фрикционное муфты степления классифицируется по следующим признакам По числу ведомого диска Однодисковый и двухдисковый Второй способ передачи крутящего момента Однопоточный и двухпоточный В однопоточном и двухпоточном 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 и двухпоточ муфты сцепления. По роду трения сухие и мокрые. Сухая муфта, как правило, имеет ведомые диски с фрикционными накладками и работает без смазывающей жидкости. А мокрые муфты с остальными ведущими дисками работает в жидкости. По типу ноженого устройства постоянно замкнутые муфты сцепления. Если муфты сцепления имеют нажимом механизм пружины, то это называется постоянно замкнутым муфты сцепления. Непостоянно замкнутые муфты сцепления. Если вместо ноженого механизма, там применяется рычажной механизм. Это называется непостоянно замкнутые муфты сцепления. Курометр муфты сцепления может гидравлические и электромагнитные. Рассмотрим принцип действия муфты сцепления. В фрикционных муфты сцеплениях куртяжный момент передается за счет силы трения, возникающих между ведущим и ведомым диском. А гидравлические муфты сцепления куртяжный момент от ведущей части к ведомой части передается за счет динамического или статического напора рабочей жидкости. В электромагнитных муфтах куртяжный момент от ведущей части к ведомой передается под действием магнитного поля, возникающих между ведущих и ведомых частей. Теперь рассмотрим устройство муфты сцепления. Муфты сцепления состоят из трех частей. Ведущую, ведомую и механизма управления. Ведущий час представляет собой маховик. То есть обращенная сторона к ведомым дискам маховика называется ведущей часть муфты сцепления. Второй кожух. Третий нажимной диск. Между кожухом и нажимным диском установлены пружины, которые расположены радианами. Ведомая часть представляет собой ведомый диск и вал трансферии или вал муфты сцепления. И механизм управления состоит из педали и рычага, с помощью которых управляется муфта сцепления. Ведущий час муфты сцепления расположен на маховике двигателя. При этом обращенная к ним поверхность маховика обрабатывается и служит одним из ведущих дисков. Ведомые диски выполняют из углеродистой стали, листовой стали, хорошей упругости. К ведомым дискам закреплены или клеем прикрепляются фрикционные закладки. Фрикционные материалы муфты сцепления должны обеспечить высокий коэффициент трения. При повышенном нагреве, больших удельных давлениях и скорости скольжения. То есть для этого применяются фрикционные накладки из азбеста, азбеста каучука и азбеста картона. Они имеют высокий коэффициент трения. Фрикционный момент трения определяется по следующей формуле. Фрикционный момент равняется Q умноженное на S среднее, μ умноженное на фрикционное. Q здесь сила сжатия дисков, то есть с помощью которых мы определяем, с какой силой сжимаются диски. Это обеспечивается с помощью радиально расположенных пружин. R средний – это средняя радость трения. На ведомом диске заклеплены ведомые диски, которые имеют кольцеобразную поверхность. Поэтому, когда прижимается ведомый диск к ведущим дискам, там, где кольцеобразная поверхность, там происходит трение. Поэтому мы должны определить средний радиус. Для этого определяем внутренний радиус кольца и нормальный радиус кольца. Суммируя делим на два и получим средний радиус трения. А μ – это коэффициент трения поверхности. Это зависит от материала, применяемых в муфтах сцепления. В основном это применяется материал – азбобакелит, азбозакавучик и азбозакартон. И фрикцион – это число пар поверхности трения. Чем больше дисков, тем больше будет число пар поверхности трения. Бета – это коэффициент запаса муфты сцепления. М-двигатель максимальный – это максимальный куртаж момент двигателя. Коэффициент запаса муфты сцепления для тракторов колеблется от 2 до 2,5. А для автомобилей коэффициент запаса муфты сцепления колеблется от 1,2 до 2. Отсюда видно, что трактор имеет большой коэффициент запаса. Почему делается так? Потому что трактор работает с очень большой нагрузкой. Поэтому муфты сцепления должны иметь очень большой коэффициент запаса. Видите, как фрикционный момент примерно 2-2,5 раза превышает, чем максимальный момент двигателя. Теперь рассмотрим сравнительный оттенок муфты сцепления. Гидравлическое муфты сцепления обеспечивает плавное увеличение и уменьшение движения. Недостатки не обеспечивают требуемой частоты выключения. Нельзя полностью отъединить двигатель от трансмиссии. И следующий, гидравлических и на электромагнитных муфтах низкий коэффициент полезного действия. Преимуществом является отсутствие регулировки и увеличивает срок службы деталей трансмиссии. Так вот окончен. Благодарю за внимание.